Дай почитать Здравствуйте! Это программа Дай почитать и я ее ведущий Борис Павлович. Я художественный руководитель театра на Спасской, но здесь в радиоэфире я говорю о книгах. Отдельная тема – это наследие советской литературы. Тема эта обладает уникальным свойством совершенно неожиданно напоминать о себе. Хорошо знакомая слушателям этой программы и, смею надеяться, любимое издательство «Новое литературное обозрение» представляет сборник статей «Джамбул Джабаев. Приключение казахского акына в советской стране». Имя Джамбула хорошо знакомо даже тем, кто не имеет ни малейшего представления о том, чем же он занимался. В Ленинграде есть даже переулок Джамбула. Он выходит на фонтанку, я там часто гулял в детстве, так что для моих земляков это такой же мифический персонаж, как для кировчан Андрей Упит, площадь которого по непонятной логике называют с ударением на втором слоге. Тем не менее, Джамбул Джабаев в высшей степени любопытный персонаж. Казахский акын стал одним из символов национальной революционной поэзии. Причем не просто казахской, а вообще символом внимания большого русского брата к своим национальным соратникам по оружию. Авторы сборника поднимают интереснейшую проблему. Мало того, что Джамбул не знал ни слова по-русски, так он еще и был мастером-сказителем, прославившимся именно своими песнями и многочисленными победами в состязаниях акынов. В письменном виде сам Джамбул ничего не создавал. То есть существуют многочисленные переводы на русский язык творений Джамбула, но что из этого в реальности пел народный герой, а что ему заботливо приписали сотрудники литературных институтов – большой вопрос. Безропотный степной старец позволял появиться на свет таким полезным во всех отношениях стихам, как «Песня о братстве народов», «Ленин и Сталин», а также целому циклу, посвященному сталинской конституции 1936 года. «Закон счастья», «Я избираю Сталина», «Слуга народа». По советскому литературеведческому преданию Джамбула создал поэт Андрей Игнатьевич Алдан Семенов, кстати, уроженец Вятской губернии, получивший от партии в 1934 году задание «Найти Акына». Акына он нашел, даже написал за него героическую автобиографию, но, справившись со своей ответственной миссией, сгинул в лагерях ГУЛАГа. Так что Джамбул так и остался великой мистификацией советского времени, которая позволяет современным ученым говорить об уникальном явлении советской литературы. Пользуясь интернет и киноаналогиями, можно сказать, что речь в данном случае идет об аватаре Джамбула, том образе, который создавался и предъявлялся советской идеологии к его русскоязычной адаптации. Кстати, именно Джамбул, посетивший Москву в 1937 году и подивившийся волшебной самоходной лестнице только что открытого московского митрополитена стал прототипом старика Хатабыча. Итак, всем любителям литературных мистификаций настоятельно рекомендую сборник «Джамбула Джабаев. Приключения казахского Акына в советской стране». А с вами была программа «Дай почитать». Я ее ведущий Борис Павлович. И до новых встреч с хорошими книгами. Дай почитать!